Девочки, готовлю сейчас бананы овсяные оладушки. Делаю буквально на один раз. Одно яйцо, один банан, короче, один банан разминаю вилкой, одно яйцо, добавляю одну столовую ложку кокосовой муки. И сегодня я использую где-то 2-3 столовые ложки овсяной муки. Еще готовлю на рисовой, то есть чередую или овсяную, или рисовую муку. Это именно вот что касается такого банановых оладушек. Все, замешиваю тесто и на сковороде жарю. Привет! Всем сейчас села здесь перед камерой с вами поболтать. И поймала себя на мысли, как же я жду того самого момента, когда у меня сменится эта локация. Я не имею ничего против, мне нравятся вот эти вот кусочки Петербурга. Хочу туда побыть самой там. То есть хочу туда поехать сама. Как у вас настроение, как у вас погода в ваших городах? Знаю, мне девочки некоторые пишут, что у нас снег еще там по колено. Я сама наблюдала за московскими, питерскими блогерами, что там тоже снег. Радовалась, как у нас вроде хорошо-хорошо. И тут на тебе. И нам снег привалил. Не сугробы, конечно, но дорожки все в снегу. Правда, он быстро растает. Я знаю, что растает. У нас уже вот-вот-вот уже все. Почки не просто набухли. Уже начали открываться уже листики. Там их вот-вот уже все зазеленеет. Я на себе лично чувствую вот эту смену сезонов. И усталость накопилась. И вроде периодически я там пытаюсь чем-то как-то всподриться. И где-то немного спорт. Но все равно спорт у меня в таком, знаете, пока не в систематическом состоянии. Я почему еще до сих пор тянусь упражнениями. Думаю, а могу ли я вам их показывать, если я сама их регулярно не выполняю? Да. Вот, признаюсь вам. Тем не менее, я все равно вам обещала. Я покажу тот комплекс, который я делаю, когда заставляю свою пятую точку встать. Сейчас я не знаю. Прям ругаю себя, почему я до сих пор еще не пошла в тренажерный зал. По поводу смены настроения, тоже девочки мне пишут, что вот, усталость, нехватка солнца. Все это сказывается на настроении, плохое настроение, как быть, как что. Я уже вам говорила. Я, когда у меня что-то плохо, я даю выход эмоций. Могу поплакать и попсиховать, и пораздражаться. Сейчас я вас, знаете, так плавненько подвожу. Очень хочу вам порекомендовать бесплатный канал. Но такой харизматичный мужчина, психолог, Константин Довлатов, который открывает на своем канале серьезные темы. И эти темы волнуют каждого. У него любая тема видео завлекает, хочется все посмотреть. Я физически не всегда это успеваю. Мне еще как психологу интересно сравнить подходы к той или иной теме. И вот те ролики, которые я уже успела посмотреть, я прям практически во всем согласна. И иногда хочется, да, 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 я тоже так считаю. Да, 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 вот именно так же. У него есть очень важные темы, такие как начать новую жизнь, как стать успешным, богатым, развить свою харизму, как наладить отношения в семье. Это, кстати, часто задаваемый вопрос мне. Я обещала вам про семейные отношения я расскажу, но у меня это больше будет никак. Я не буду вам с позиции психолога это рассказывать, а именно из своего опыта. Вы же можете послушать именно практические, психологические советы. Мне лично понравилась тема, видео, один ролик, «Как думают миллионеры». Ну, может быть, я не совсем правильно сейчас название говорю, но забавно то, что некоторые пункты, я их интуитивно, то есть я так всегда думала, всегда размышляла, хотя я не миллионер, но я правда к этому стремлюсь. Кстати, я Константину задала личный вопрос для его рубрики, в который он помогает работать со своими подписчиками. Кое-что для себя усвоила, по-новому взглянула на то, как надо работать со своими зрителями, начала практиковать, и именно вы мне потом, может быть, со временем скажете, заметили ли вы какие-то результаты. В общем, такой эксперимент. Попробуем с вами. А еще важная информация. 21 марта у Константина будет бесплатный вебинар, я настоятельно рекомендую вам записаться на него, в особенности, если вы попали в трудную ситуацию, у вас продолжительная депрессия, вы не знаете, с чего начать, не знаете выход из той самой какой-то трудной ситуации. Для вас этот вебинар, возможно, станет той опорой, той отправной точки для начала новой жизни, для решения своих проблем. Вообще, в какую сторону двигаться. Поэтому, если вам это интересно, напомню, это будет бесплатно, записывайтесь, ссылку на регистр... Короче, ссылки я оставлю в описании. Заглядывайте, там будет вся информация. Готовлю сейчас ужин, он у меня такой на скорую руку. Кстати, нарезаю сейчас на этих досках гарти. Один момент. Да, девочки, вы мне писали, что надпись у них, конечно, слабое звено, мне тоже не нравится ни шрифт, ну да, мне не нравится шрифт и, наверное, цвет. Можно было бы и цвет другой, и шрифт другой, тогда было бы супер. А тут да, не очень надпись. Я думала, я хитро поступлю. Я такая думаю, я их просто переверну. Оп! И никакой надписи, и блестит тоже. Но, видите, все-таки у них с этой стороны, где нет надписи, более мелкая, вот эта вот, знаете, как крапинка, да? А с этой стороны, видите, более крупная, она как бы поинтереснее. Но можно и перевернуть. Наверное, я все-таки сейчас решаю. Если я их переворачиваю, то тогда на этой стороне можно всегда нарезать. А другая сторона будет для красоты. То есть она никогда не будет трогаться ножом, она будет всегда ровная, гладкая и без надписи, например. Там, где надпись, на этой стороне всегда делать нарезку. Но, да, только с этой стороны, видите, крапинка лучше. Ладно, короче, мне нравится, кстати, стук, как стучит доска. Дерево тоже хорошо стучит. Знаете, не буду так прям выделять, что дерево плохо, а это супер. Мне нравится. И это, мне вид нравится. Также мне нравится вот эта доска. А этот пластик, помните, который я вам говорила? Я тут на днях хотела было уже выбросить. Потом думаю, я его оставлю. Мало ли что. А сейчас я решила его отдать детям для лепки пластилин. Ну, знаете, как такой коврик под пластилин. Я им периодически, они его, что-то с ним делают, я им покупаю. Он, конечно, небольшой, но я думаю, для лепки пойдет, да? Как думаете? Пусть пока тут стоит. Жду вашего мнения. По поводу ужина. Я тут такой салат пристрастилась делать. То есть сначала я делала салатом, а теперь сразу на тарелку выкладываю вот этот микс травы всякой полезной. Сверху нарезаю огурец, редиску. Может быть, еще черри-помидорчики. Ну, вот у меня их пока нет. Поливаю все... Ой, девочки, не приготовила. Не приготовила, простите. Поливаю все маслом слегка, слегка маслом виноградных косточек. На ихерп покупала, уже заканчивается. Буду заказывать еще, очень нравится. И поливаю также слегка соевым соусом. Он же как и соль. То есть я не присаливаю ничего. И получается, знаете, очень вкусно. Моему мужу так нравится. У нас теперь этот салатный микс постоянно в доме. Вот на две порции. Делю сразу на тарелочку. Все нарезаю, заливаю. И дальше уже ужин. У меня тут рабочий процесс. Сегодня я не умничаю. Здесь у меня просто все. Рубленный куриный фарш с медом, соевым соусом, с чесноком, приправами. И всем-всем-всем вкусняшками. И еще добавила аджики острые. Ну, такой, знаете, с легким. Чуть-чуть водички добавила, чтобы жиденькое было. Отвариваю спагетти. И вот, собственно говоря, спагетти, мясо, тот салат, как ужин. Какая интересная композиция получилась. Правда? Что вы видите? Я вижу солнышко, травку, весна, оранжевое, оранжевое лето. Так, у меня хорошее настроение. Пила специально вот кусочек красной рыбки, чтобы ее самостоятельно засолить. Обрезала два аккуратненьких таких куска. И вот у меня есть небольшие кусочки, хребет. И вот таких два куска. Я их сейчас заморожу. Потом будет такой супчик. Ну, вот как раз небольшой, но тем не менее, все-таки получится рыбы. Значит, как я засаливаю. На вот этот объем, здесь где-то грамм, ну, где-то около килограмма. Две с половиной столовые ложки соли и одна без горки столовая ложка сахара. Все это перемешиваю и все, обсыпаю эту рыбу. Сейчас до утра ее оставлю вот в этой форме. Ну, накрою сверху фольгой. А завтра утром уберу уже там в холодильник. И к вечеру, в принципе, она уже как бы будет готова. Будет такая прям слабосоленая. Можно еще двое суток подержать. Она получше просолится. Девочки, я сейчас под кружечку латы сняла для вас отдельное видео про то, как я веду ежедневник. Я пока не знаю, сколько там получится по продолжительности, но это будет прям отдельный ролик. Вот для тех, кому это интересно, кто просил, прям вот отдельным роликом. Поэтому, если вам эта тема не интересна, увидите этот ролик, проходите мимо. Можете даже не заглядывать, потому что там будет только про него. А кому интересно, всех жду в гости на ежедневник с чашечкой латы. А еще я поменяла свой маникюр, и я проходила с предыдущим целых три недели. В этот раз прям укоротила ногти, потому что предстоит там всякое собирать, возиться много. Но сделала зато красный оттенок, что-то так соскучилась по красному цвету. А вообще делаю в последнее время, тоже девочки спрашивали, почему узоры там не делаю раньше, что-то такое интересное было на ноготках. Вы знаете, я даже миксовала раньше цвета, там два ногтя одного цвета, три другого. Сейчас что-то не очень хочется, вот хочется именно однотонный. Хотя вот на других нормально, мне нравится смотреть, как у девочек там всякие узорчики, там еще что-то. Прям балдею, но себе что-то не хочется. Вот хочется всегда просто одним цветом. Девочки, наведем вместе порядок. У меня здесь не то чтобы бардак, я просто перебирала вещи. У Сережи, у Андрея отбирала то, что на выброс, то, что маленькое отдать. Что-то у меня сейчас я доложила, постирала, высушила, тоже добросила. И поэтому вот пока это в таком все виде. Но я все перебрала, надо навести порядок. Так что давайте вместе. Вот показываем картинку до. Видите как? Ну а теперь картинка после. Клево, да? Как вам мотивашка? Маленькая, но все же мотивашка. В этой стопке идут шортики. На заднем плане практически все спортивные штаны. За исключением вот тоненькие, они просто очень, ну они летние, поэтому они пока там лежат. А здесь идут джинсы, вельветовые. Ну такие более построже что ли, или как их обозвать. В общем понятно, да, брюки? Вот таким образом все уложено. Сейчас покажу вам. Это ящик нижний Сережин. Сейчас Андрею покажу. У Андрея схема та же самая. Шортики. Там спортивные штаны, здесь обычные джинсы, там бельветовые какие-то. У Андрея сейчас здесь поменьше всего, потому что как раз-таки часть, у него там пару шортиков и несколько, ну вот пару таких брюк лежат на очереди в стирке, плюс еще в садике шорты. Как я складываю шортики? У меня очень простой быстрый способ, можно делать одной рукой. Вообще в интернете можно разные интересные способы, но я выбираю что проще. Раз, раз, свернул и все. И пожалуйста, можно поставить в органайзер, можно вот в ящик сложить. Ну, мне вот эта высота вообще как раз под ящик подходит, так что я именно так и складываю. То же самое с брюками. Пожалуйста, я вот даже это делаю одной рукой. Ну, понятное дело, что двумя это гораздо проще. Здесь уже получается чуть побольше складываю, но потому что брюки длиннее. Все. Оп. И пожалуйста, аккуратненько, вот такой стопочкой. Удобно. Еще один момент, он касается больше спортивных, наверное, каких-то брюк. Ну, и даже если у вас в джинсах тоже есть вот завязки, чтобы они потом не болтались, я их обычно вот либо так кладу, если они прям длинные, можно вот в кармашек как бы зацепить. И последний поворот, оп, завязки остаются как бы вот внутри и не торчат. У Сережи тут лего. Я хочу вас, может быть, даже предостеречь. Так, помните, на Новый год показывала часы, мальчишкам дарили, заказывали на Амазоне. Я у нас такие не видела. Это лего. Тут вот даже, видите, собирается, разбирается. Короче, крутые, прикольные. Мальчишки их начали носить, довольные, но очень быстро одни часики у нас вышли из строя. Секундная стрелка стала западать, и из-за нее другие стрелки тоже. Плюс на другом браслет как-то поломался. Ну, может, конечно, и мальчишки еще приложили к этому руку. Тут вот не могу ничего сказать. Но то, что секундная стрелка стала западать на одних часиках, это как-то не очень. Теперь, не знаю, наверное, к мастеру надо нести. Я просто эти часы увидела у нас в магазине. Видимо, их стали продавать. Стоят они недешево. Там что-то в районе 1600-1700 рублей. Но теперь большой вопрос. Стоит ли на них тратить такие деньги? Или проще купить что-то другое? Так что имейте в виду, что-то, короче, хлипенькие какие-то они оказались. Ну, вот я с вами хоть и делюсь, я сейчас думаю, может быть, это нам так не повезло. Если у кого-то есть подобные часики, вы довольны, обязательно этим делитесь. Знаете, больше отзывов, больше, ну, мнения какого-то. И уже, может, кто-то для себя какие-то выводы сделает. Да, также вот, кстати, как про Икея. Вот этот стол я на него ругалась. Ну, были, нашлись те, кто доволен остался. Ну, кто-то бережно просто отнесся, кто-то более дорогие какие-то столы покупал. Писали девочки, что, в принципе, пользуются, никаких проблем нет. Возможно, да, возможно, это зависит, конечно, от ребенка. Хотя были те, которые тоже были, ну, как, написали, что поцарапался стол, тоже остались недовольны. Видите как? Так, поэтому, ну, мое дело предупредить, вот, да, по поводу тех органайзеров. Мягкие органайзеры не царапают, металлические царапают. Ну, их-то делали как раз-то под стеллаж, уж не знаю, как так. Ладно. Книги. Вы меня тоже спрашиваете, ну, что там ваши дети читают? Расскажите, поделитесь. Я сделаю такой ролик, наверное, вот, какие мы книги, то есть, какие книги читает. В частности, вот сережка последняя, у него есть, он собирает тут коллекцию, как приручить драконов. У него есть такая, вот такая. Да, и из последних я вам уже показывала «Тайны старого сундука», ему очень понравилось. «Волшебные неудачники». Он прочитал, ну, как-то, знаете, даже толком, короче, не увидела у ребенка восторг. Он сказал, да, интересно, но вот эта книга, ой, упала, прости меня, книжечка. В общем, эта книга больше понравилась ребенку. Я сейчас собираю как раз-таки книги, уже готовлюсь к переезду, вот складываю их. Ну, те, без которых мы сейчас переживем. То есть, я что-то оставлю детям читать, а что-то складываю. Почему я сейчас это говорю вам? Может быть, кого-то тоже ожидает переезд, в частности, упаковка книг. Мы совершили ошибку в том переезде. Мы взяли все эти книги и уложили в коробку. Здорово, удобно, очень удобно. В одном месте, почти в одну коробку влезли все книги. Но, ё-моё, девочки, эту коробку было не поднять. Два грузчика ее тащили с двух сторон. Вроде две полки, правда, вот еще там наставлено, но оказалось тяжело. А учитывая, что у нас к тем книгам добавились еще несколько плотненьких. И да, здесь еще не все книги лежат. Я часть уже отобрала. Ох-ох-ох. Поэтому в этот раз мы в коробку их в одну собирать не будем. Я их буду по пачечкам таким собирать, чтобы можно было в руке их переносить. Вот такие дела. Имейте в виду. Не складывайте много-много книг в одну коробку. У нас уже идет дождь, весь снег, который выпал, растаял, будто его не было. Но я этот влог вам снимала, получается, два дня. Я вчера вам наговаривала как раз про снег этот самый. Потом вот и ужин там. Короче говоря, я сегодня делала маникюр. И сегодня у нас уже дождь, все простаило. Так что буду на этом я заканчивать. Покажу вам, наверное, в следующем влоге, именно во влоге, обои, которые мы купили. Уже не буду в этот влог вставлять. Кто следит за мной в инстаграм, я уже показывала обои. Опережаю немножко. Там быстрее, ну потому что быстренько раз-раз. Но здесь надо монтировать, здесь надо программой пользоваться долго. Вот. Что еще, что еще вам? Очень надеюсь, что вы хоть какую-то полезность получили. А уж если прям совсем ничего такого, то просто хотя бы переключились. Вот со своей бытовухи, со своих дел каких-то. И очень хотелось бы, конечно, чтобы вы приятно время проводили. Большое спасибо, что заглядываете. За ваши теплые пожелания, за вашу поддержку. Я вообще, я балдею. Я читаю вас. И вот правда, у меня уже, у меня с вами весна круглый год. И это некрасиво сейчас. Не ради красивых слов я это говорю. Но вот правда, вы сами посудите. Я когда читаю ваши и поздравления, и пожелания, и какие-то вот, знаете, слова поддержки, теплые такие. И то, что вам нравится на моем канале, и что вам полезно. Девчонки, вам не передать. Это никакими деньгами не купить. Это просто шикарно. Я и мужу всегда этим делюсь. Я говорю, слушай, прям я пошла. У меня там как-то чувствую себя неважно. Думаю, я пойду сейчас почитаю своих девочек, и мне станет хорошо. Так что, девочки, крошки мои, очень рада. Заглядывайте, делитесь. Я тоже стараюсь как можно больше вам теплоты подарить. И жду вас в новом гости. Пока.